Сегодня мы с вами анализируем вилки, купила бы я или нет. А также я расскажу, на что я обращаю внимание, как я анализирую, шаг за шагом. Давайте начнем. Итак, первая вилка у нас Dior и сайт, которого мы можем это купить, это Newman Marcus. Сайт очень классный, я оттуда покупала, ну как бы по 10 штук каждого товара, отмен у меня с ними не было. Давайте смотреть, 50% скидка, 27,50 у нас на сайте. Первонаперво я смотрю, могу ли я продавать этот бренд. Неважно, каким калькулятором вы пользуетесь, они все вам покажут, можете ли вы продавать, либо нет. Как вы видите, этот товар я могу продавать в новом состоянии, но что, если вы, например, не можете продавать этот бренд? Вы идете в свой аккаунт продавца и добавляете этот эйсин в свой инвентарь и смотрите, можете ли вы этот эйсин открыть. Возможно, да, возможно, он у вас закрыт, но, допустим, это хороший бренд, хорошие вилки и часто этот бренд вам попадается именно профитный, поэтому его стоит открыть. Если вы не знаете, как смотреть, что у вас открыто, что у вас закрыто и что вы продавать все-таки не сможете, это называется restricted по-английски, по-русски это, ну как бы запрещено к продаже. У меня есть видео, я его оставлю в описании, посмотрите обязательно, как смотреть это в своем аккаунте. Итак, посмотрели, продавать могу. Дальше, второе, есть ли профит? На данный момент этот товар продается 56.50 и мы можем купить его за 27.50. Давайте поставим наш калькулятор 27.50 и посмотрим. 16 долларов профит, 59% ROI, если у вас есть преп, если у вас sales tax, добавляете к этой сумме, здесь вот включена доставка и хранение 1 месяц на Амазоне. Больше здесь я ничего не включаю, вот в этот конкретный калькулятор. Опять-таки, тут у всех ситуации разные, разные штаты, разные препы, поэтому я не могу всем угодить и посчитать под каждого. Поэтому я говорю, что у меня здесь включено, что не включено, а вы уже считайте сами. Итак, профит хороший. Что мы делаем дальше? Обращаем внимание, что вот здесь это вариации и нужно смотреть, какие из этих вариаций продаются и какие, возможно, нет, я не знаю, да. Дальше я смотрю на кипу и на историческую цену. Вот историческая цена здесь была 44 доллара довольно-таки долго и вот только недавно она повысилась вот до 56. Когда такая нестабильная цена 44.56, я смотрю, насколько это профитно при минимальной цене. Вот здесь я ставлю 44. Здесь будет 5 долларов тогда профит и 20% ROI, что как бы неплохо. Но вот в данном конкретном случае я заплачу еще sales tax, если я буду отправлять домой. Если здесь при минимальной цене я не ухожу в минус, я, скорее всего, возьму больше товара, чем, например, в ситуации, когда я в минус ухожу при минимальной цене. Ну, то есть, например, я ставлю, допустим, если бы это была минимальная цена 28, допустим, и вот здесь бы был минус 8 при минимальной цене, да, тогда я беру меньше товар. В этом случае, если я вот в минус ухожу при минимальной цене, по-моему, я это сказала раз 100. Так как это вариации, мы обязательно смотрим вариации. Самый продающийся это 3CQ. Это вот как раз этот 3CQ. 61 это хороший рэнк, но не забывайте, что если это вариация, то это все товары в этой категории делят этот рэнк. Это как температура по больнице. У кого-то 20, у кого-то 50, а в среднем идеальная. Но это не значит, что какие-то из этих товаров вообще продаются. Сначала я смотрю по рейтингу и по ревью, но также я смотрю на кипу. То есть, если я вижу, что кипы разные, то я открываю каждый этот товар и тогда смотрю по кипе. Если кипы у всех одинаковые, то есть на всех вариациях, если вы откроете в новых вкладках, все кипы, они будут одинаковые. Тогда вы не сможете понять, какая из вариаций продается лучший. Единственный вариант это пробывать. В данном случае это самая продающаяся вариация, основываясь на рейтинге. Листинг довольно молодой, 129 дней. Еще может быть, что это не листинг сам молодой, а именно эта вариация могла добавиться к другим вариациям. То есть, произошло, например, с лития. Взяла бы я этот товар, да, взяла. В конце, что еще я смотрю? Я смотрю отзывы. Если они вот пятизвездочные, я, конечно же, их не читаю. А вот если они вот как раз как здесь одна звездочка, я обращаю внимание, что они пишут. Здесь она пишет, что ей не понравился сам тональный крем, было трудно наносить, неравномерно распределялось. Ну, в общем, все было плохо, короче. Вот если вот такой отзыв о продукте, ну, что я могу сказать? Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Понятно, что нет такого, что какая-то косметика всем подходит. Поэтому это меня не смущает. Иногда бывают отзывы, что приехала разбитое. Обращаем внимание, что это стекло, то можно сделать в этой ситуации. Хорошо упаковать, и все, в пузырики. И тогда оно приедет в нормальном состоянии. Косметику я продаю. Вот эти вот цвета, тона меня конкретно не смущают. Да, бывает такое, что людям не нравится, допустим, ну, не подходит какой-то тон. Помады, либо пудры, либо тонального крема, как в данном случае. И тогда они возвращают. Если они вернули уже открытый и попробованный товар, конечно же, вы его не перепродадите. Это у меня все просто улетает в мусорку. Но профит обычно очень хороший в бьюти. Я люблю продавать бьюти. Я продала несколько десяток тысяч в категории бьюти. И профит все-таки покрывает все вот эти возвраты. Поэтому я такое беру. Я бы взяла штучек 10, 100% я бы взяла. Дальше, что еще можно сделать? Вот здесь вариации. Допустим, вы нашли одну вилку, вы всегда можете найти 2 и 3. Следующая по популярности вариации, это 3N Natural. Мы можем здесь вот найти, вот здесь 4,5 Natural. Неудобно, конечно, что нужно вот на каждый цвет тыкать, чтобы понять какой это цвет. В общем, вы можете посмотреть именно не самые популярные цвета по вариациям, но которые тоже продаются. Вот 3N Natural и 2,5 N Natural. Здесь тоже цена 50 долларов. Но здесь, правда, 41. Можно открыть, посмотреть. Да, 41. Но здесь FBA. Если никого нет FBA, то, скорее всего, по FBA будет больше цена. Вот. FBA никто не продает. Можно посмотреть, есть ли скидки на другие цвета. Найти их. И если они есть в наличии, соответственно, можно купить их тоже. То, что они не самопродаваемые вариации, это не значит, что они не продаются вообще. По отзывам мы видим, что они продаются. Еще раз напомню, что вот если кипы разные, здесь вот другая кипа по сравнению вот с этой, то мы анализируем каждую кипу на каждой вариации, как бы мы это делали на любом листинге. Я бы купила все три. Вообще, светлые тона, вот что-то типа натурального, они продаются лучше всего. Вот такие темные оттенки почему-то у меня никогда не шли. Переходим ко второй вилке. Вот этим хороши различные лид-листы, что даже если вы не купите, например, какой-то товар, допустим, он будет не на стоке, вы можете обнаружить новый сайт и какие-то новые бренды, о которых вы вообще не слышали. Потому что вот этот бренд и вот этот сайт я слышу вообще впервые. Хотя косметику я продавала очень много. Но вот с этой маркой я конкретно не знакома. Опять-таки, что мы делаем? То же самое. Я смотрю, в первую очередь, могу ли я продавать. В данном случае я могу продавать. Здесь цена 16 долларов. Здесь цена 6. Обратите внимание, при первой покупке у вас будет 10% скидка. Здесь нужно будет ввести свой e-mail и вам вышлет промо-код 6 долларов. Дальше я смотрю, профитно ли при этой цене на сегодняшний день. 5 долларов профит, 85% ROI. Да, профитно. Обращаем внимание, что здесь вариации. Два цвета Spiced and Kissed. Очень легко подоковать карандаши. Мне такое нравится продавать. Смотрим цену. Снижение идет продавцов. Вот видим по нижней кипе. И в связи с этим такое плавное увеличение цены. Самая маленькая цена, которая была, это 11,79. Скорее всего, будет непрофитно при этой цене. Но давайте посчитаем. Я ставлю 6, еще раз, без налогов. Без учета вот этой 10% скидка на первый товар. Потому что, возможно, вы не первый раз уже покупаете. Но первый раз я всегда пользуюсь такими предложениями. Еще, кстати, иногда спрашивают. Вот здесь Subscribe and Save. То есть, подпишись и сэконом 10%. И эта стоимость будет 5,40. Пользуюсь ли я этой опцией. Это неплохо пользоваться, если вы умеете это все отслеживать. Потому что, когда у вас уже какой-то объем, вы просто забываете. И иногда они вам отправят, допустим, этот товар, когда он может быть уже непрофитный. Ну, потому что это мы занимаемся арбитражом. Цена может быть нестабильная. Сегодня оно профитное. Завтра непрофитное. Если вы не забываете отменять. Либо вот здесь вот написано как раз ставить на паузу. То, да, это прикольная тема. И можно как бы заработать еще больше. Но я этим не пользуюсь, потому что я забываю. Но это неплохая штука. Давайте посчитаем, будет ли это профитно при минимальной цене. 71 копейка. 11 долларов ROI. Что как бы немного. Но, во всяком случае, мы не уходим в минус. При даже самой минимальной исторической цене. Что мне нравится. Здесь я что могу сказать, что оба листинга продаются. У обоих есть рейтинг. Вот этот вот Spice Bronze. Даже у него повыше цена. А нет, такая же 16. В общем, если он здесь есть этот цвет, то мы также можем купить оба цвета. Я бы взяла оба, если они оба прибыльные. 207 в бьюти. Хороший рейнг для бьюти. Это не прям, чтобы продается прям очень хорошо. Но оно продается. По 10 штук я бы такое взяла. И в завершении смотрим отзывы. Все нравится, нравится. Отлично. Везде 5 звезд. Значит, вот здесь кто-то поставил одну звезду. И вот я читаю, что не нравится. Здесь она говорит, что непонятно, почему этот продукт популярный и очень дорого. Overpriced. Если очень дорого, не покупайте на Амазоне. Правильно? Правильно. Отлично. Идем дальше. Lowe's. Хороший магазин Lowe's. Lowe's также принимает сертификат. Если у вас есть Resale сертификат. Это сертификат для освобождения вас от уплаты Sales Tax. То есть, покупая с Lowe's, я не добавляю вот этот добавочный НДС, скажем так. Могу ли я продавать этот товар? Могу. 15.24. 6 долларов профит. 40% ROI. Хороший профит. Выигрывает Buybox FBA. 38 тысяч в chosen home improvement категория. Хороший рынок. Смотрим на историческую цену за 3 месяца. В районе 32. И сейчас в районе 32. Вот здесь была немножко просадка. 24. Отзывы как быстро набираются. Хорошие продажи. Этот продукт с вариациями, поэтому мы смотрим вариации. Здесь у нас стандартная упаковка. Setting from. Вариации. В принципе, они все вариации продаются. Я бы посмотрела все. И если они будут профитные, я бы все взяла. И вот здесь еще посмотрите. Куперт. Он предложил цену в Home Depot. Куперт и Хани, они также ищут цену по интернету. И они могут вам предлагать иногда, что в каких-то магазинах вы можете купить дешевле. И он предлагает купить на eBay. Нам не подходит, потому что мы не можем покупать. Как бы мы можем, но если вам прилетит IP, вы не докажете, что вы купили не контрафакт. Поэтому мы покупаем только у компании. Я покупаю и вам советую то же самое. Здесь он, значит, нам показывает, что можно купить дешевле в Home Depot за 14.90. Home Depot также принимает ресейл сертифики. Давайте мы проверим, действительно ли в Home Depot такая цена. Итак, похоже, что это та же модель. 160 Dead Vault. Немножко картинки разные, но похоже, что тот же товар. Да, 14.97 можно купить с Home Depot. Если у вас еще нет вот такого Хани и Купер, то ссылочки будут в описании. Это бесплатные расширения хрома. Вы просто их добавляете вот сюда себе на панель. И они автоматически вам показывают цены в разных магазинах. Это не на каждом листинге работает, я могу сказать. Но это как бы дополнительная вот такая подсказка, когда вы уже на листинге. Вы можете найти цену дешевле, как вот здесь мы нашли почти на доллар дешевле. И так можно нажать еще дальше View More. И Купер также покажет, на каком сайте вы еще можете купить эти товары. И цена на этом сайте. Очень удобно. Я не могу сказать, что я прям люблю сорсить именно при помощи Куперта, потому что они не всегда показывают магазины. Но когда вы уже на странице, это прям отличная подсказка. Поэтому рекомендую пользоваться. Давайте в завершение посмотрим отзывы. Все всем нравится, отлично. Он тут что-то говорит за такую цену нормально. В общем и целом хорошие отзывы. Вот один отзыв нехороший. Тут он говорит, что было бы прикольно, если бы это пришло с каким-то умным инструментом. Я просто не знаю, что это такое. Я не знаю, что он имеет в виду. Один отзыв меня абсолютно не смущает. В общем и целом людям нравится. Отличный рэнк. Все вариации продаются. Я бы взяла как раз их все. Штук по 10 бы я взяла. Опять-таки, если остальные кипы выглядят так же хорошо, как эти. Я никогда не покупала с этого сайта. Это что-то для меня новое. Потому что есть сайты такие, они направлены на то, что они ставят низкую цену специально. Но на самом деле все, что они хотят сделать, это украсть ваши данные. Поэтому не попадайтесь на именно такие супер низкие цены. Особенно прям слишком низкие. Если, например, во всех магазинах 45, 48, 50 и в каком-то магазине стоит что-то 10, это очень подозрительно. Выглядит неплохо этот сайт. Но вот здесь у них есть become a seller. То есть можно продавать на этом сайте. Также Куперт нам подсказывает купоны, которые мы можем попробовать на этом сайте. Вот здесь я бы поисследовала, кто же это продает. Вот здесь бесплатная отправка при заказе на 750 долларов. Нельзя вернуть этот товар. Если у них вот такая доставка, то есть нужно купить на 750 долларов. Что бы я сделала после того, как я бы поисследовала этот сайт, посмотрела, какие отзывы на него и так далее. Я бы им позвонила, либо написала. И первое, чтобы я спросила, да, кто это продает. Они ли сами продают, предоставят ли invoice, либо это продавцы продают такие, как мы с вами. Это первое. Второе, я бы спросила у такого товара сроки годности. Потому что, возможно, снижена цена именно потому, что подходящий срок годности. Ну и стоит ли мне вам говорить, что, конечно же, лучше поискать что-то еще на этом сайте, а не покупать на 750 долларов вот это желе. То есть здесь очень много условий. Поэтому я не могу так значно сказать, пила бы я или нет. Здесь упаковка из 6 штук 29.56. И здесь получается 24 штуки за 47.65. Мне кажется, с Walmart вы купите примерно за такую же цену. Сейчас можно поискать как раз. 47.65 разделить на 24. То есть одна штука стоит где-то 1.99. Множить на 6. Это 11.91. 11.91. Да, это будет профит на 8 долларов профита. 68 ROI. Могу ли я продавать? Да, могу. Вот в данном случае Куперт не находит никаких сделок. Что мы можем сделать в этом случае? Такой товар, правило, может быть в Walmart. Black Cherry Sugar Free. Черная вишня. Здесь продает, скорее всего, не Walmart. Поэтому такая цена высокая. Raspberry Black Cherry. Вот он. Black Cherry Sugar Free. Ага. 11.99. Понятно. Сам Walmart не продает, поэтому такая цена, к сожалению. Ну, не на стойке, к сожалению. Почему я вообще ищу где-то? Потому что, если, например, этот сайт нам не подходит, мы можем поискать на других сайтах. Sierra, моя любимая. У меня есть видео, как искать вилки с этого сайта. Можно искать через тактику Арбитраж. Ссылочку привели, креплю в описании. Посмотрите, если еще не видели. Черное мыло. 18 унций. Распродано оно уже. К сожалению, 4 бакса было. Рэнк Супер 4 тысячи. 3 доллара профит. 79 ROI. Вот эти носики нужно хорошо паковать. Ну, в общем и целом. Да, я бы взяла. О, здесь вариации. Смотрим мы то же самое. Смотрим историческую цену по кипе. Вот здесь, что случилось. Отзывы резко упали. До 424 с 11 тысяч. Это могло быть какое-то объединение листинга. Либо слияние, либо наоборот разъединение. Так как это не повлияло на какие-то рынки, на цену. Особо это ни о чем не говорит. Здесь то же самое. Что-то случилось. Отзывы. Хорошие отзывы. Хорошо нужно упаковывать эти носики. Иначе они приезжают разбитыми. А если они приезжают разбитыми, то вам это скорее всего вернут. И не забываем, что здесь вариации. Смотрим, какая вариация самая продающаяся. Хорошая была вилка, но не на стоке. Следующее тоже самое. Это же бренд с Sierra. White Coast мой любимый. У меня есть видео, как сорситься с White Coast. Будет ссылка в описании. Это будет стекло. Нужно хорошо упаковывать. 49 долларов. Опять-таки не на стоке. 4.99. Это будет профитно. Умножить на 2. Это где-то 10 долларов. Также вот здесь есть скидка 15%. Сравниваем, чтобы это был тот же товар. Смотрим исторически. Смотрим вариации. Но так как это не на стоке. World Market тоже хороший магазин. Я с него покупала. Они нормально относятся к реселлеру. Всяком случае, у меня не было ни отмены заказов, ни каких-то проблем с ними. Вся вот эта лапша, ее надо очень хорошо паковать. По-хорошему, ее хорошо бы надо паковать в пузырики. Потому что если человеку приедет вот эта лапша вся в крошке, люди возмущаются. Я не очень люблю продавать макароны и вот такие вот упаковки, которые обычная картонка. Обращаем внимание, что это вариации. Первое, могу ли я это продавать. Могу. 64 доллара. Здесь 5.99. Candy Kit. Это, короче, какие-то конфеты вообще-то в виде лапши. Манго пудинг. Рамен, ноутл суп. И какие-то пельмешки. Spring Rolls. И вот пельмешки как раз. Очень интересные. Это какие-то конфеты. 5.99. И так как это упаковка из четырех. 5.99 умножаем на 4. 23.96. 25 долларов профит. 100% ROI. Снижение цены и также увеличение количества продавцов. Скорее всего, если продолжится увеличение продавцов, то цена будет падать. Но, в принципе, тут есть нормальный такой запас для падения. Новый листинг 219 дней. Либо новая вариация. Возможно, это просто вариация была присоединена к другим. Смотрим вариации, какие же продаются. Продающаяся эта вариация. Здесь вот я смотрю нули по рейтингу и отзывам. Но если кипы у нас разные, мы можем рассмотреть каждую отдельно кипу. То меня вот здесь именно смущает, что одна штучка продается Амазоном. И стоит она как раз 5.89. И вот я такое не очень люблю продавать. Когда купить одну штуку дешевле, чем купить 4 штуки. Продается Амазон? Нет. Плюс конфеты летом во Флориде. Это тоже то еще удовольствие. Но тут, скорее всего, нет. Я бы такое не купила. Я уже объяснила, почему. И давайте последнюю вилку рассмотрим. Опять-таки Вайта Кост. Барс Биз. Хороший бренд. Много я его тоже продавала. Стоит его открыть, если вы думаете. Скорее всего, он у вас будет закрыт. Причем есть Барс Биз и есть Барс Биз Бэйби. Это как бы нужно открывать, ну, как два разных бренда. Так же, как есть Дисней и Дисней Фроузен. Нужно открывать отдельно. Здесь он стоит 8.99. А здесь 7.29 и плюс не на стоке. Но это не профитная история. Потому что Амазон продает 8.99. Сколько штук? 27 штук у Амазона. Пока Амазон продает, это не прибыльно. А так он продавался вот за 25 долларов. Какой-то кондиционер для волос. Если сейчас вот Амазон на листинге, я бы не брала, но я бы оставила эту вилку и периодически ее мониторила. Если Амазон уходит с листинга на регулярной основе, то я бы купила. Что вот здесь он был совсем немножко, а вот здесь он прям на регулярной основе. Также я бы еще позаходила на этот листинг несколько раз в день. Потому что если Амазон разделяет байбокс даже с продавцами по высокой цене, то возможно я бы купила. Но скорее всего нет. Вот это все можно делать, но я не очень люблю этим всем заниматься, отслеживать эти листинги, 100 раз в день заходить. Мне просто, если честно, лень. Если вам не лень, то это может быть неплохая история. Но, во-первых, он не на стоке. Во-вторых, купила бы я или нет? Нет, я бы не купила. Закончились наши вилки. Если остались какие-то вопросы, напишите в комментариях. Напишите, пожалуйста, купили бы вы те же самые вилки, что и я, либо не купили бы. Мне будет интересно почитать. А если бы не купили, то напишите, какие бы не купили и почему. Если вы еще не смотрели мое видео, как пользоваться Куперт и Хани, и как их устанавливать, я это видео прикреплю вот здесь в конце. Переходите и смотрите.